Всем доброго времени! Я буду рисовать в этом уроке буквы. Вы можете рисовать что-то другое, из чего мы можем потом сымитировать в резании с бумаги. Я специально выбрала достаточно простое короткое слово, чтобы долго мы с вами его не рисовали. Буквы тоже здесь достаточно простые. Если вы никогда не работали с леттерингом, то основы можете посмотреть в моем уроке по тиграмарафону надписи по иллюстрации. Основное, что нам нужно знать при работе с буквами, что линии должны быть максимально ровными, краешки должны быть четкими. Форма у нас немножко будет неровная. Это допустимо, потому что у нас эффект вырезания из бумаги. Работаю я кистью монолинии и прорисовываю формы букв. Можно начать с скелета и потом постепенно наращивать толщину каждой буквы. После того, как сами буквы я сделала, я выравниваю их на холсте. Можно было с этого начать. Сделать сначала направляющие, поправить шаг сетки так, чтобы это было удобно по размеру и дальше выравнивать буквы по этой сетки, чтобы они сидели ровно. То есть все буквы находятся у меня на одной линии. Буквка О может чуть быть больше. Здесь я подправляю букву Элли, потому что она у меня длиннее, чем остальные. И дальше края буквы уравняю, чтобы они были хорошенькие, ровненькие. И слежу за толщиной и расстоянием между буквами. Далее я перемещаю нашу надпись ближе к центру и отключаю направляющие. Теперь мы с вами будем создавать тот самый пайперкат эффект из наших буковок. Дальше я буду создавать фон под ложку. Все цвета, которые я использую в работе, они есть в палитре, которые вы сможете найти в описании. Я создаю новый слой, который помещаю под нашими буквами и заливаю его коричневым цветом. Потом буду менять еще оттенки и пробовать наоборот бежевый цвет к этим цветам с буквами. Далее я создаю новый слой над слоем с буквами чистый и из него мы будем вырезать наши буквы, нажимая на слой с буквами и нажимая выбрать из меню, которое у нас появляется. И дальше очень важно, потому что что-то может пойти не так. Здесь у нас с вами примерный алгоритм наших действий. Мы выбрали наши буквы через меню выбрать или можно это сделать через вот эту вот ленточку, которая у меня здесь под цифр 3 расположена. Это меню выделения и появится внизу меню, автоматически у нас должно стоять и после того, как мы автоматически выделим каждую буковку, то есть прям вот пальчиком или стилусом нажимаем на каждую букву, они у нас закрасятся коричневым, не пугайтесь, это нормально. Мы нажимаем внизу, там цифра 5 у меня помечена, инвертировать наше выделение. При этом выделение должно получиться так, что все вокруг букв у нас остается выделенным, сами буквы не выделены. И именно инвертирование нам с вами нужно, чтобы выделить сами буквы, а не место вокруг них. И слой верхний мы заливаем, в моем случае, коричневым цветом. Если вдруг что-то пошло не так, то после вот этих шести действий мы с вами останавливаемся и отменяем наше один или два раза действия. Отменяем один или два раза, пока мы не увидим вот это вот выделение внутри букв. Это будет означать, что у нас все получилось и можно заливать верхний слой. Давайте еще разочек с одной буквой с более контрастным слоем и без нижнего фона. Я создаю новый слой над нашим слоем с рисунком, в данном случае с буквой. Нажимаю на этот слой, нажимаю выбрать. Вот у нас все выделилось, появилось меню выделения и внизу я выбираю инвертировать. И у нас получилось выделение внутри буквы, что нам и нужно. Возвращаемся на наш новый слой с верхнюю и заливаем его цветом. Далее к нашему получившемуся верхнему слою я применяю режим обтравочной маски через нажатие на этот слой и выбрав там в меню обтравочная маска. Мы возвращаемся на наш верхний слой, нажимаем на букву N на нем и переходим в режим наложения слоев. Здесь мы листаем наверх и выбираем линейный затемнитель. Дальше переходим в волшебную палочку, выбираем там размытие по гауссу и устанавливаем размытие примерно на 10%. Вот мы с вами получили тот самый эффект тени, который нам нужен и теперь мы его немножко сдвинем в сторону. Я включаю нижний слой, чтобы было виднее и двигаю наш верхний слой немножко вправо и вниз. Все, с технической стороной, с эффектами мы закончили и теперь можно уже порисовать. Я хочу добавить декор сверху на мой верхний слой над открыткой, поэтому создаю новый слой поверх нашего самого верхнего, выбираю нужный мне цвет и буду рисовать узоры. Рисую я текстурным карандашиком 6b из раздела набросков. Теперь я хочу добавить текстуру к моей работе, для этого я создаю новый слой и в разделе кистей наброски выбираю масляную пастель. Работать будет светлым бежевым цветом и после того, как я заштрихую этот слой пастелью, я выберу режим наложения для слоя. Захожу внутрь слоя в режимы наложения и выбираю тот вариант, который мне больше всего подойдет. В этом случае у нас линейный затемнитель. Теперь мы можем приблизить нашу работу и посмотреть текстуру, которую стало видно поверх буковок. Я хочу ее сделать чуть покрупнее, это можно сделать на стройках кисти, можно просто взять слой, на котором мы рисовали, и потянуть его и увеличить. Дальше я дублирую наш слой, чтобы эту же текстуру поместить над слоем с буквами, чтобы у меня текстура была бумажная и пастельная на самой открытке сверху и на слое с буковками. И регулирую прозрачность, заходя в слой, только там буковка уже не N, а режим наложения LB. Линейный затемнитель Linear Burn. И я хочу поменять, попробовать местами цвета, завитушки коричневыми сделать, а сам фон бежевым. Копирую цвет с фона, а захожу в фон в свойствах, выбираю блок альфа-канала и дальше заливаю слой выбранным бежевым цветом. Теперь я возвращаюсь в слой с завитушками, также выбираю блок альфа-канала в свойствах слоя, переключаюсь на коричневый цвет и заливаю слой. Чуть-чуть можно отрегулировать прозрачность тени, если она слишком сильная для этого цветового сочетания, и дальше мы ее экспортируем. Заходим в меню экспорт, сохраняем ее в чпек. Можно сохранить на планшете, можно сохранить, куда-нибудь ее послать, например, по почте сразу. И то же самое я делаю для коричневой открытки, просто отменяю предыдущие действия и сохраняю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok